Прямо ли? Да, хлопом. Есть? Живой носок. Это не курсы юных спасателей и не практические занятия будущих врачей. Сегодня оживить манекен по имени Гоша пытаются слушатели школы волонтеров. Задача непростая и справиться с ней получается не с первого раза. Но умение оказывать первую помощь для волонтера – одно из главных. Ведь работа при чрезвычайных ситуациях – его прямая обязанность. Именно они, одними из первых, приходят на помощь спасателям и медикам, когда профессиональных сил уже не хватает. Поэтому занятия со специалистами Центра медицины «Катастроф» для добровольцев на особым счету. Хотя все понимают – навыки доврачебной помощи пригодятся каждому. Я считаю, что это просто обязанность, ну как в армии служить. И надеемся на продолжение этой работы, потому что очень заинтересованы в волонтерском корпусе в нашей республике. Он поможет решить различные социальные проблемы во время чрезвычайных ситуаций, или угрозы чрезвычайных ситуаций. Ну просто в беде помочь людям. Профессиональный волонтер – это не бесплатная рабсила, как принято считать. Он должен уметь оказать помощь не только физическую, но и психологическую. При этом понимать, какую грань он переступить не вправе. Поэтому будущих профессионалов готовят основательно. Психологии и юридические знания помогут найти общий язык с разными людьми. Фонд «Доброе сердце Хакасии» научил, как работать самыми ранимыми – детьми с инвалидностью. Для студента сегодня быть волонтером – это не способ занять свое время. Это работа, хоть и неоплачиваемая, но вполне серьезная. Волонтерством я занимаюсь уже больше четырех лет, даже пяти, потому что это интересно. Интересно помогать людям, интересно знать, что ты нужен кому-то. Потому что, не дай бог, что-то произойдет, я буду знать, что и мне помогут, и я смогу помочь. Как раздавать листовки и как делать флэшмобы, многие уже знают. А вот когда касается дела каких-то реальных вещей, то есть помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи детям с инвалидностью, очень часто просят именно на такие мероприятия добровольцев. И вот мы разработали такой комплекс мероприятий. Школа волонтеров работает в Абакане уже больше месяца. Сегодня ее посещают студенты и школьники, работающие молодые люди со всей республики. Проект оказался востребованным и, скорее всего, работа по обучению профессиональных добровольцев продолжится. Наталья Чудина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова